Дорогие девушки, здравствуйте! Меня зовут Жанна Санжак, я визажист, я работаю визажистом уже 25 лет. На этом канале я рассказываю про искусство макияжа. И сегодня хотелось бы вам рассказать про летний макияж. У летнего макияжа есть очень много вариантов, но также, как и нас, достаточно большое количество женщин с разными запросами. Поэтому есть для каждой свое направление, свои какие-то нюансы, которые вы можете подчеркнуть как раз из тех видео, которые я предлагаю на своем канале. И сегодня я хочу показать макияж, который будет, скажем так, более тоненький по текстурам, но при этом будет универсальный с точки зрения, что вы можете пойти с этим макияжем куда угодно, потому что он как будто бы отсутствует, но при этом лицо выразительно. Что важно? Важно, что в летний период, бывает в некоторых регионах, очень высокая влажность, и макияж просто течет. Также это может быть связано с состоянием нашего организма, и поэтому, когда есть сильное потоотделение, то, конечно, макияж, он подтаивает, он становится уже не такой, скажем, аккуратный и может выглядеть уже неряшливо. Поэтому что делать? Какой же должен быть летний макияж для того, чтобы сохранить его стойкость, чтобы он продержался, ну, не то чтобы целый день, мы уже на это не рассчитываем в жаркое время, но хотя бы более длительное время он выглядел аккуратно. И что можно сделать, как его поддержать в течение дня. Сейчас я хочу вам подробно рассказать вот этот этап создания такого макияжа, который, возможно, как раз вот эти вот рекомендации, которые вы сможете применить для себя и сделать свой макияж более качественным. Давайте приступим. Первое, это, конечно же, средства по уходу за кожей, и на летний период я предпочитаю текстуры, которые очень тоненькие, легкие, флюид. Флюид – это когда текстура, если кто не знает, она практически тает на лице, и нет ощущения средства, нет ощущения липкости, при этом кожа, она достаточно увлажнена, средства очень хорошо работают, в данном случае это у меня средство для лица Жакскин, которое я очень люблю, потому что как раз отвечает всем этим задачам. Я наношу на все лицо, у меня кожа подготовлена, тоник только после умывания. Крем для глаз я тоже уже немного нанесла, больше не буду. Опять же, крем для глаз тоже выбирайте, который по текстуре будет более легкий, как флюид, который проваливается практически сразу, опять же, работает, но при этом нет никакой текстуры. Соответственно, все средства будут держаться очень хорошо. Затем тональные средства. На сегодняшний день я выбираю тональный крем, который обязательно должен быть или на водной основе, или на пудровой основе, точнее не пудровая основа, а финиш пудровый. Значит, есть средства тональные, которые делятся на более такие эластичные, кремовые, жирненькие. Это одна текстура, и эта текстура великолепна в зимний период, когда кожа более сухая, требует питания, и такие средства, они просто возвращают ей такой красивый, увлажненный, ухоженный вид. А вот в летний период, когда все течет, нужно переходить на средства более тонкие, пудровые или на водной основе. Это когда тональное средство такое, как водичка, он прям выливается, и в нем, в этом средстве, как правило, будет меньше вот таких вот жирненьких текстур маслянистых или силиконовых, и когда вы наносите такой тональный крем на лицо, вода, она испаряется, и остается такое легкое пудровое нанесение. Значит, вот такие тональные средства есть, потом, например, сейчас я буду использовать этот тональный крем, ниша мне тоже вот очень нравится, он как раз хорошо покрывает, с другой стороны, прекрасно создает вот этот пудровый эффект, и очень тоненький, поэтому, когда очень жарко, неважно по какой причине, у вас тональные средства держатся лучше. Что касается румян, я обожаю кремовые румяна, я их постоянно использую, но вот сейчас, на летний период, прям хочется, чтобы, опять же, макияж был более стойкий, поэтому я выбираю тинты. Тинты есть разные, есть тинты универсальные, это вот у меня Грыгина, которые можно использовать на глаза, на губы, и, конечно же, в качестве румян на щечки. Один вариант. Есть тинты, которые для губ, они могут быть как блеск, например, вот у меня здесь есть такой Vivienne Sabo, и есть еще вот у меня Estrada, и сейчас я хочу показать, как его использовать. Тинты есть, которые тоже могут быть как кремовые, вы наносите, есть ощущение такой прямо кремовой, нежной, эластичной текстуры. А есть тинты, которые оставляют только цвет, и текстура исчезает полностью, вот они тоже будут прекрасны и очень комфортны, именно тогда, когда очень жарко и макияж стекает. Делается тинт лучше до нанесения тонального крема. Здесь важна техника растушевки, чтобы не получилось пятнами, поэтому надо делать быстро. Тинт, по-другому еще можно сказать, знаете, как фломастер впитывается, если вы не успели растушевать, то будет пятнами, поэтому сначала на одну щечку наношу и распределяю сразу же, все это делаем пальцами. И не бойтесь, что у вас будет яркий цвет, зато когда вы сверху нанесете тональный крем или, например, пудру, если вы любительница сухих текстур, то у вас пудра или тональный крем приглушат немного этот цвет и будет хороший результат. Вот, все, текстура уже исчезла, а цвет появился, кстати, ну очень деликатный. Есть тинты, наверняка вы пробовали когда-нибудь, были такие раньше помады, она выглядит как помада бальзам, вы наносите и через какое-то время цвет проявляется. Вот это, в принципе, тоже и есть тинт, то есть как бы пигмент проявляется, но текстура исчезает. Вот еще раз дублирую, делала чуть-чуть поплотнее цвет, у меня уже становится немножечко поярче, еще хочу плотнее, потому что я уверена, что сейчас тональным кремом я это все прекрасненько скрою, поэтому не боюсь. Вторую щечку, также можно сразу же и на губы нанести, вот так. Опять же, у кого там стекают помады, карандаши, великолепно, все. Вы просто цвет губ, именно видите, таким способом делала по всему периметру, чтобы полностью мои губы были в этом пигменте. Не накрашенные, но при этом очень хорошо проявляется цвет. Можно тинтом сделать еще, знаете, что чуть-чуть, как будто бы контур. Например, если вам нужно делать губы чуть поярче, но естественным способом, то это вот таким вот образом. Я беру тональный крем. Так, у меня Perfect Cover BB крем, 25-й, 23-й номер, потому что 25-й для меня темноват, 23-й светловат. Я их просто смешиваю. Теперь наношу тональный крем. Наношу только на центральную зону. Сначала наношу на нос, подбородок и уже с пончиком аккуратненько, чтобы было полупрозрачно, так как тональные тоники, в принципе, добиться такого эффекта очень легко. И опять же, чтобы у вас макияж не поплыл, старайтесь не наносить прямо на все лицо. Я, как правило, опять же, вот центральную часть, а остальная часть, если она особо не нуждается в коррекции, то есть цвет лица вас устраивает, то тогда вы можете обойти эту зону и не тонировать ее сильно, а только вот по центру. Соответственно, у вас не будет такого, что макияж куда-то потек, потому что у вас здесь нету срез, которые могут создать вот такую какую-то кашу, грязь на лице. На щечки, где тинт, пожалуйста, наношу и приглушаю немножко вот этот активный румянец. И как раз в этот момент вы можете с помощью, тонального средства откорректировать интенсивность тонального. Ой, не тонального, а румян. То есть где вы что нанесли, может быть неровным, тинт проявился, как раз раз и чуть-чуть скорректировали, чтобы получился очень хороший плавный переход. Вот таким вот образом. Я, как всегда, из тех, кто тональный крем на глаза не наносит, я эту зону берегу, она у меня очень деликатная, в принципе, как у каждой из вас. Поэтому я стараюсь эту зону не перегружать. Тональные средства, потом консилеры, еще что-то. Это все хорошо для фото-видео, но никак не для жизни. Кожа здесь тонкая, и поэтому столько средств на эту зону недопустимо. Я сюда наношу только консилер. Дорогие девушки, здравствуйте. Я хочу вас познакомить с новым средством. Это гидрофильное масло для очищения кожи. А когда я говорю про макияж, для того, чтобы вы сделать качественно, у нас должна быть хорошая кожа. И сейчас очень много запросов про декоративную косметику, чтобы она была достаточно стойкая. Так вот, для того, чтобы получился красивый макияж, красивая кожа, первый этап – это очищение. Если мы хорошо очищаем кожу, у нас не будут воспалений, аллергии, будут меньше поры. Кожа будет более молодой, упругой, ухоженной. Если вы страдаете тем, что у вас забитые поры, 100% это некачественное очищение. Если вы используете SPF средства, которые тоже достаточно хорошо фиксируются на нашей коже, плюс тональные средства, пудра, консилеры, скульпторы, румяна, согласитесь, достаточно много. Поэтому, чтобы хорошо очистить нашу кожу, вот и есть уже такое современное средство, которое, я думаю, многим знакомым, это как раз гидрофильное масло. Чтобы сохранить нашу кожу, важно использовать средства, которые не будут агрессивные, но при этом будут качественно очищать. Поэтому ЖакСкин как раз это то средство, которое поможет вам сохранить вашу кожу молодой, красивой. В составе этого средства персиковое масло, которое питает и увлажняет кожу, а также плантапон. Это средство, которое очень качественно очищает нашу кожу, но при этом сохраняет липидный слой, для того, чтобы кожа не была ни сухой, ни воспаленной. Благодаря этому средству вы сможете качественно очистить кожу. Соответственно, те средства, которые вы будете наносить после него, это тоник, сыворотки, крем, они будут работать и давать результат более эффективно. Поэтому не забывайте, этап очищения это самый главный, первый этап для того, чтобы сохранить свою кожу в хорошем состоянии. Консилер использую тоже легкий, но вот здесь очень важный момент. Все зависит от того, какая у вас зона под глазами. Если теники ярко выраженные, то тогда можно плотнее использовать средства. Если они не ярко выраженные, тогда можно сделать более прозрачные. В данном случае это у меня бренд нот и консилер хайлайтер, то есть с эффектом легкого свечения. Я наношу только на теневую зону. Опять же, там где у меня находятся мимические морщинки, я эту зону избегаю, потому что, во-первых, у меня здесь нету какого-то цветового акцента, соответственно, зачем мне сюда наносить консилер? Не нужно. Только на ту зону, где есть затемнение. Вот затемнение наношу, вот внешний слезничок тоже наношу. Все, этого достаточно. Уже все ровно. На верхние века я всегда использую базу под тени, которая будет держать макияж целый день. Неважно, какая температура, сбавит под тени. Это у меня нарс, моя любимая. Поддержит любой мой сложный день. Даже в сауне с тенями я могу просидеть, и они будут держаться, и никуда не уплывут. Наношу вот так вот смело, но здесь важный момент, надо быстро растушевать, потому что база под тени, она отличается от консилера. Отличается тем, что она очень быстро фиксируется. Такая – это пудровая. Пудровая – это значит, что при растушевке превращается в пудру. Вот я сейчас так сделаю, и у меня в веке как будто бы я нанесла пудру. И получается, что выровняла цвет. Так. Уже красиво. Дальше я обожаю загарную пудру, поэтому я использую практически всегда. И вот теперь для того, чтобы сделать макияж еще более стойким, такую стойкость усиливают сухие пудровые текстуры. Это у меня пудра-кифка номер 102. Беру большую кисть, это важно, и большой кистью наношу на те зоны, на которые в первую очередь как раз и падает солнце. Таким образом, что я делаю, создаю эффект легкого загара. Дальше, для быстрого макияжа я также использую эту загарную пудру и наношу ее этой же кисточкой, вот таким вот образом, на глаза. У меня получается уже как тени. Видите, получается достаточно быстро. А так как она большая, она сразу делает правильную растушевку. Ну, прям очень удобно. Затем, чтобы отвлечь внимание от блеска на лице, вот здесь, когда он появляется. Я, конечно же, я это использую круглый год. У меня нету ограничения в хайлайтере нарядном. Это у меня Шарлотта Тилбери. И этот хайлайтер, просто очень удобно даже в упаковке, наношу, как правило, на вот эти классические свои зоны. В общем-то, они не только мои, они для всех классические, особенно для девушек постарше. Вы улыбнулись, посмотрели, где у вас заканчиваются морщинки, вот здесь. И чуть-чуть ниже морщинами сделали. Все. Это блеск дает эффект плоско кожи, на себя берет внимание. Соответственно, центральная часть лица смотрится, как? Правильно, более матовой. Это придает ухоженность, именно в летний период. Так. Двигаемся дальше. Следующий шаг для стойкого макияжа это тинт для бровей, то есть фломастер. Шикарная вещь. Просто. Что делать фломастер? Фломастер рисует по коже. Он просто приклеивается, так как у нас здесь очень мало текстуры. Перед тем, как вы используете фломастер, важный момент. Старайтесь на брови не наносить. Очень жирненько. Крем для лица, тональный крем, потому что, если в эту зону вы нанесете много кремовой текстуры, то фломастер просто не фиксируется на коже. Поэтому, чтобы был эффект от фломастера, чтобы он хорошо, очень прорисовал форму, можно сделать имитацию волосков. Это прям безумно удобно. И у вас потрясающий эффект. Все. И, неважно опять же, какая температура воздуха, жарко, не жарко, фломастер будет держаться очень хорошо. Ну, а если у вас волоски светлые, соответственно, он не закрасит волоски, он закрашивает именно под волосками, то есть кожу. Для волосков лучше использовать отдельное средство, тоже оно у меня сейчас есть, я покажу. Это гель для бровей с оттенком, который как раз делает ваши волоски потемнение. Прорисовали брови фломастером, я сам так говорю, маркером. И потом, смотрите, берете гель, который окрашивает именно волоски. И вы сделали их потемнее, уложили так, как вам надо. И у вас получается, опять же, очень хороший стойкий макияж бровей. Макияж глаз. Чтобы, опять же, не перегружать глаза, потому что бывает, опять же, тяжело, краситься в жару, и чтобы не бояться, что у вас что-то там потечет, в этом случае удобно использовать карандаши, для того, чтобы просто подчеркнуть и сделать глаза более выразительными. В данном случае у меня уже как будто бы есть рисунок теней. Я нанесла хайлайтер в качестве блеска. Кстати, хайлайтер тоже такой на водной основе. То есть он, пока вы наносите достаточно такой нежненький, кремовый вроде бы, но растушевали все, и он очень стойкий, нету наслоения текстуры. Дальше я беру и просто прорисовываю нежресничную прорисовку. Что это дает? Это дает яркость глаз. Именно форму глаз. Получаю стрелку, пальчиком растушевываю, пальчиком растушевываю, и у меня получается такая очень мягкая стрелка. Что значит мягкая? Мягкая – это значит без четких линий, такая немножечко, как с поволоком. Это дает просто именно яркость контуру. То есть мы в данном случае особо не увеличиваем глаза. Если увеличить, то надо сделать хотя бы капельку вот эту стрелочку подлиннее, и опять же, чуть-чуть растушевать, чтобы хвостик был летящий, чтобы не было точки. также можно подчеркнуть снизу. И вот у меня глаза стали чуть-чуть побольше. Снизу тоже важно подчеркнуть, в некоторых случаях, может быть, конечно, не всем, но это визуально делает глаз по форме больше. Первый, второй. Следующий шаг – это немножко блеска. Без этого никак. Почему? Почему я люблю блеск? Потому что он во многом, просто даже, помимо своей красоты, отвлекает внимание от блеска на лице. А он все равно будет, потому что лето, потому что жарко. Поэтому здесь я буду контролировать блеск и убирать матирующими салфетками, или у меня есть замечательная пудра с эффектом блюра. А вот чтобы еще больше этот эффект сделать, то я нанесу на центр блестящую текстуру тени, которая на себя опять же возьмет. Вот это вот красивое свечение привлечет внимание именно к зоне глаз, а не к носу, чтобы нос там не блестел. Вот я наношу практически только на центр, а не полностью. И у меня тогда получается вот это красивое свечение кожи. В данном случае я не столько форму делала, сколько красивое свечение кожи. А вот ресницы можно накрасить от души, даже может быть приклеить пару пучков. Для чего? Для того, чтобы ресницы увеличили глаза. То есть есть техника увеличения глаз с помощью рисунка теней, я это уже не раз показывала, а также можно увеличить глаза с помощью ресниц. Надо для этого их правильно накрасить. Я всегда использую керлер, обязательно завиваю ресницы. Они у меня, не могу сказать, что прямые, но все-таки, когда они подкручены, мне нравится больше. И теперь таким прям фанатизмом крашу ресницы и наращиваю и объем, и длину, и соответственно делаю их подкрученные. И вот эта густота, длина и объем ресниц, они как раз создадут вот этот эффект увеличения. И смело рисую сначала от самых корней, чтобы у меня ресницы стояли. Тут как раз важна не столько длина, сколько изгиб. Если у вас ресницы будут изгибом, даже если они не очень длинные, они хорошо увеличат глаза. Поэтому ключевое это изгиб. Вот и готовый результат. Теперь осталось немножко добавить блеска на губы. Беру другой тинт, ну просто потому, что он у меня под рукой, и добавляю блеска. Что происходит? Блеск опять же на губах берет на себя акцент. Блеск на скулах берет на себя акцент. Здесь немножко сияние под бровью. Это у меня блестящие зоны. А здесь я сделаю кожу матовой, так как слой тоненький, так как тинт использован в качестве румян. Пудра бронзер, но при этом она тоже достаточно тонкая по своей текстуре, и поэтому я могу спокойно трогать свою кожу. И даже когда будет жарко, и когда макияж немножечко сползет, то это не будет выглядеть, знаете, что прямо какие-то такие пустоты после тонального средства, где вы дотронулись рукой. Вы можете с собой просто взять спонжик и немножечко вот так вот обновить этот макияж. То есть пройдя спонжиком по тому средству, который уже есть, мы таким образом немножечко на себя его абсорбируем. Вот так вот спонжиком брали лишнее. Забыла показать. SPF спрей 50 SPF. Прыскаем сейчас на макияж перед выходом и в течение дня обязательно тоже, когда нам нужно обновить макияж, вот у вас немножко он уже чуть-чуть подтаял, вы берете спрей SPF, прыскаем. Затем я беру пудру HD, Manly Pro любименькая, и просто прохожусь опять же по центру. Все, у меня матовое лицо в нужной зоне. Макияж зафиксировался за счет этого спрея, поэтому у меня всегда ухоженное, красивое лицо. не важно какая температура воздуха. Я выгляжу хорошо всегда. Вот такие вот рекомендации. Если вам это полезно, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео и напишите, какая тема вам будет интересна, чтобы я ее осветила. Спасибо вам большое за внимание и до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова